Мириам Сихон Мириам Сихон Стоит обратить внимание на Джулиана Ди Капо, режиссера, известного своим нетрадиционным подходом к искусству. Вспомнится его театральные хиты, монологи Вагины или Медеи эпизоды. На этот раз Джулиана попытается соединить традиционный театр с необычной площадкой на воде. В фестивале примут участие и молодые коллективы, и трупы с именем, такие как Инженерный театр Ахе, Цех, Ликвидтеатр и многие другие. Ширяевская биеннале, проходящая в Самаре и Самарской области, открылась уже 4 августа, но юрист Айк Сафарян успеет на большую часть проходящих там мероприятий. В этом году тема биеннале «Чужестранцы между Европой и Азией». Организаторы обещают, что все произведения искусства будут вписаны в естественный природный ландшафт. Более того, работа не привозится, а создаются непосредственно там, где будут впоследствии выставлены. Для того, чтобы прочувствовать атмосферу места, художники на протяжении двух недель живут в крестьянских домах. Центральное мероприятие Ширяевской биеннале «Таинственное номадическое шоу в Ширяево» будет длиться весь день 20 августа. Жанну Николову, консультанта по недвижимости, отправим на фильм «За тобой», который стартует 18 августа в кинотеатре «5 звезд» на Новокузнецкой. Режиссер-дебютант Татьяна Ивашкина раньше работала линейным продюсером и директором на многочисленных сериалах и отечественных кинофильмах. Фильм «За тобой» – это история девушки Киры, которая воспитывает своего брата-инвалида. Надо сказать, что кино в высшей степени гуманное. Оно говорит и о тотальном безразличии, и об ответственности за другого человека. Продолжение следует...